здравствуйте уважаемые покупатели мы продолжаем магазины наши развивать и сегодня произошла ситуация во первых я хочу поздравить всех девчонок которые канал этот смотрят с 8 марта этот видосик вышел именно в женский день и я бы честно говоря провел какую-то акцию в игре но пока у меня к сожалению маркетинг не изучен поэтому уж извиняйте но если будут заходить вот этой вот даме например можно сделать скидочку наверное как-нибудь нет нельзя в общем как бы типа сделали да окей какие у нас сегодня планы я хочу выйти в какой-нибудь ресторанчик или что-нибудь такое поэтому мы сейчас ускоряем процесс у нас сейчас идет исследование поставщик медиа который даст нам возможность продавать всякие ноутбуки и всякую вот эту вот шелупой и еще кстати говоря я вспомнил что я не совершенно не ставил вот эти столы эти столы позволяют нам продавать всякие свежие фрукты овощи и хлеб обычно в подобных магазинах они находятся при входе но там знаете каких-нибудь там перекрестках магнитах вот таких вот вещах но мы поставим их вот сюда причем кстати смотрите какая тоже ситуация раньше когда игра была в альфе сейчас она тоже в альфе но когда была в более глубокой скажем так нельзя было ставить полки и столы вплотную друг другу то есть вот эти стеллажи видите если я по старой так сказать памяти поставил их через один блок оказывается можно ставить их и так сказать друг другу прям вот вплотную то есть если я расположу столы с фруктами таким образом это все будет работать понимаете как классно то есть мы в принципе можем все вот эти стеллажи перестраивать в будущем и я наверное этим займусь но не сейчас пока что мы выходим в замечательную электронику потому что близится во первых хэллоуин это ладно конфеты будут продавать самое главное в близится новый год поэтому давайте ускорим процесс я это дело все сейчас перемотаю и мы с вами увидимся когда у нас во первых давайте посмотрим как будут продуктами вот этими торговать где мои строители все а чё я не понял а где они они расстроят дорогу точно я же тут дорогу зараза заложил да давайте сразу же парковку построим тоже здесь и здесь и вот так ну чё ты начинаешь это должно быть что вдоль дороги а потому что так там же дорога странно ну короче ладно никакой там дороги нет единственное хотя бы залить пол потому что не люблю когда эта зеленая фигня которая называется трава мешает мне а да подожди перед ускорением еще надо кое-что сделать значит я наконец-то вспомнил да что существует такая прекрасная вещь как графики и совершенно не соблюдал ее в прошлой серии но сейчас мы все мы все изменим здесь у нас есть вот это вот оранжевая полоска которая показывает график продаж и это получается что нам нужно нарастить вот здесь людей то есть как то вот таким образом подвинуть и сделать им смену допустим а сейчас она сколько длится у нас семь часов ну вот допустим мы здесь делаем усиление вот эту смену тоже продлим понятное дело что за все это дело придется платить но чё поделать слушайте надо же продавать то хорошо все правильно поэтому вот сейчас вот так вот нарастим где-то здесь вот да наверное так даже лучше будет получается что тут у нас есть большая проблема потому что все четыре кассы и вот здесь можно в принципе двигать вот этого чувака нашу лолу вош чуть дальше ну вот как на наверное вот такое покрытие будет пока более менее эффективно в любом случае у нас покрыты совершенно все часы потом я это дело больше оптимизирую вообще какой план надо обозначить план вот этот магазин который я сейчас строю это будет наша максимально долгое значит зарабатывание денег этот магазин тупо для зарабатывания бабла потому что дальше я хочу построить здесь какой-то первый наш торговый центр где будут совмещены там рестораны кинотеатры боулинг фитнес-центр все вот это вот но для этого понимаете да нужно кучу денег вот кстати новая цель была только что одобрена вот наши фрукты появились а теперь мы ускоряемся и ждем собственно процесс конца поставщика медиа и можно еще до кучи кстати в офис нанять парочку людей а вот раз-два вот это тоже хороший вроде попался и мы их поставим в работу потому что так все будет происходить гораздо быстрее увидимся через пару секунд итак у нас уже 97 процентов исследования давайте я уменьшу скорость есть проблемы с уборщиками давайте давайте пока их надо порешаем центр техобслуживания чего нас тут у нас получается вообще что ли один уборщик вот это я молодец конечно да у нас два теперь уборщика давайте-ка я сделаю их круглосуточно тогда у нас получается еще один требуется уборщик давайте наймем вот эту вот тейлор ортис и поставим ее вот сюда вот так вот и строитель кто же как-то вот видите странно тоже расположен давайте я их сейчас поменяю по-быстрому что у них тоже рабочий день какой-то сумасшедший получается но у нас их по крайней мере три и они прямо счастливы хорошая зарплата и они прям молодцы ну в общем нормально оставляем так давайте уже мне исследуйте компуктеры сейчас мы поймем куда их выкладывать надо и там по моему не только компуктер это там что-то диски какие-то были еще какая-то херня и вот как раз смотрите в ближайшем событии которое рождество у нас будут покупать в основном вот видите там есть блюрей диски dvd игровые приставки планшеты но по моему планшеты мы сейчас не можем продавать а вот какие-то стеллажи с игрушками какими-то там компьютерными может быть будут и так наконец-то произошло у нас исследование и сейчас посмотрим что еще можно пооткрывать у нас есть поставщик инструментов это кстати тоже нормальная тема потому что в таких больших торговых центрах обычно есть стеллажи там с инструментами и конечно такие знаете это конечно там не аксон какой-нибудь там но все равно лицензия на табак такое себе поставщик газет наверное неплохо растения кстати можно попродавать поставщик электронных сигарет о дорожная сеть смотрите позволяет подключиться к дополнительному а но это нам пока не надо автобусный транспорт наверное нам надо подземная парковка вообще классно кстати но исследоваться будет просто какое-то чудовищное время давайте мы с вами пойдем в ресторан наверное или в бар чего вот лучше бар или ресторан как думаете я просто к тому что нам надо какое-нибудь новое здание сегодня обязательно построить мы же не будем долбиться опять в одно ну допустим допустим мы пойдем здесь маркетинг а больше нихрена нету да есть бы еще боулинг кино фитнес-центр это конечно прекрасно интересно как работает фитнес-центр я и с ним еще конечно не работал никогда но давайте мы пойдем сначала в бары потому что они быстро изучаются 72 человека часа видимо надо или даже можно в кофейню кстати сходить а давайте в кофейню правда да я не знаю как это будет работать но мне крайне интересно и теперь давайте посмотрим где у нас находятся эти разблокированные товары вот они медиа книги дивидиблеры диски музыкальные диски видеоигры это значит нам нужны вот такие вот стеллажи белые и по идее надо бы мне здесь немножечко оптимизировать все это безобразие поэтому мы сейчас вот как поступим мы снесем вот этот стеллаж мы снесем вот этот стеллаж и поставим вплотную значит один ядовой будет да как вот лучше его так сказать расположить я хотел бы чтобы они бы ну ладно сейчас сейчас разберемся это все фигня а значит мы ставим вот сюда стеллажи мы ставим вот сюда стеллажи и вот этот ядовой мы сейчас тоже на передвинем передвинем куда бы его нахрен передвинуть это тоже надо снести вообще да давайте до оптимизировать потихонечку рабочее пространство это будет гораздо эффективнее чем чем если мы будем страдать фигней и но сейчас проверим когда построят вот эти вот стеллажи для еды мы сейчас проверим что поместилось к ним а значит смотрим что у нас по еде отсутствует рис и макаронные изделия у нас отсутствует но у нас есть например ликер и две штуки поэтому сюда можно поставить вот это и получается у нас чай кофе пропал ну-ка давайте поставим чай кофе у нас пропадает корм для животных и теперь что пропало все есть да все есть нормально все всеми стеллажами мы расправились с ними замечательно теперь у нас есть электроника и огромный нахрен проход в которой кстати говоря можно будет еще по три стеллажа то разместить кстати да так теперь вот здесь наверно мы сейчас тоже все немножечко подрежем подпилим вот так вот и построим здесь еще полочки вот такие давайте ребята разносите молодцы проверяем все ли у нас есть нигде красного рюкзаки пропали смотрите как давайте добавим их сюда и проверим еще раз постельное белье теперь отсутствует надо чтобы пропали посуда пропала давайте сюда посуду попробуем разместить теперь у нас красного нету есть да есть видео игры пропали так где у нас товары было бы прикольно если бы здесь можно было поставить какую-то иконку по товарам давайте найдем два одинаковых стеллажа и таким образом я решу вопрос вот два одинаковых по моему стеллажа поэтому сюда можно расположить видео игры вот и теперь у нас получается красных нету все замечать хотя бы так можно по внешнему виду определить что там еще там нет замечательно значит теперь наша задача просто дождаться исследования кофейни и ее построить я совершенно не представляю какие там нужны вещи но по-любому там будут какие-то столики возможно барная стойка и мне это прямо чертовски нравится в этой игре что здесь не только ты магазин строишь а есть еще всякие какие-то интересные новые механики тоже по продажам всяких услуг и продуктов 20 тысяч баксов получили на халявочку и нам по идее надо потихоньку уже начинать расширяться вверх потому что влево то мы уже достаточно выросли как мне кажется вот и возможно даже я вот эти бы стеллажи передвинул на один блок вниз сушите давайте я так и сделаю значит мы во первых добавим сюда три полки и снесем вот эти 6 даже 12 получается потому что хочется чтобы это все было крайне красиво и прекрасно вот сюда 3 вот сюда 3 и у нас еще смотрите остается у стенки место не не все конечно место но даже в не у стенки вот здесь можно будет сложить поставить идеально слушайте мне нравится теперь наш магазин начал выглядеть реально симпатичненько вот эти все морозильники кстати игра я на на сейчас тоже разберу у нас их там сколько 2467 у нас 7 холода морозильников сейчас их на хрен тоже расположу где-нибудь вот здесь вдоль стеночки это будет красиво смотрится и вполне себе логично так что разбирайте граждане спасибо здесь три допустим ну кстати почему бы нет 4 и получается еще 3d вот блин хотелось бы как-то покрасивше чтобы это все смотрелось давайте вот так сделаем вот и будет и будет все те же 7 почему бы нет все отлично мы конечно немножечко просели по продажам естественно ведь у нас пошли они вниз но это нормально там был пик по моему из-за праздника и этот пик не особо считается сейчас через пару дней график нормализуется можно будет уже правильно анализировать обратите внимание кстати что уже идет снег и скоро все это покроется снежной пеленой что такое предстоящее голосование профсоюз будет голосовать за повышение минимальной зарплаты до 11 баксов в час прикольно стоимость лоббирования 125 тысяч долларов это прекрасно у меня есть центр лоббирования уже наверное у меня его пока нет пока я или может быть есть нет слушайте все закрыто и мониторинг и маркетинг наверное я пока не могу лоббировать свои интересы но поднимут зарплаты и поднимут я то не против у меня все равно хорошие доходы наверное даже знаете чё я подумал надо поставить попробовать пятую кассу потому что у нас товаров то количество увеличилось а каста осталось 4 и получается что вот эти вот 4 стеллажа придется разнести и переставить их ну скажем вот сюда возможно это будет конечно смотреться не очень красиво можно их вот сюда вот вдаль поставить их все-таки тут всего четыре давайте она так и поступлю потому что я видел уже собираются очереди на четырех кассах а это еще вы только вдумайтесь не было рождества прикиньте что будет в рождество поэтому давайте-ка зафигачим пятую кассу вот такую вот замечательную и подождем пока снесут эти полки все полки снесли строим еще полки мы снесли полки чтобы построить еще полки вот это мне нравится и давайте я их расположу как-нибудь вот так а ну вот и все в общем то и мы закрыли про пробел все отлично продолжаем работу и нанимаем людей значит учитывая что у нас еще одна касса это значит нам надо троих кассиров нанять я понимаю что это будет хорошее такое хороший просадочек вот у нас ожидает и так тут у нас мало продаж можно сюда одного забрать здесь у нас получается 246 уже уже господи боже мой так поехали дальше здесь у нас 5 касс здесь у нас 4 кассы можно одного подвинуть и у нас еще остается два человека на спад а спад-то там смотрите какой интересный он практически это и не спад получается откуда можно человечка забрать может быть вот отсюда сверху сколько там получается два кассира но там не особо большие продажи но вот видите что-то куда всплеск происходит иногда и это прямо странно давайте вот сюда так добавим здесь у нас будет три кассира там по 5 ну и попробуем поработать в таком режиме посмотрим как пойдет по крайней мере 5кс это уже серьезное такое серьезный задел на будущее скажем так ожидаем окончания исследования кофеин потому что пока в принципе не заняться нечем 99 процентов товарищи сейчас произойдут кофейни и я вот все смотрел смотрел вот на этот квадрат со строителем и мне что-то так грустно стало я хочу его что ой простите я хотел построить фундамент а не удалить вот так вот и они же разнесут вот эту как куда а здесь надо стенку построить у ребятки вы чё вы чё ребятки отлично мы исследовали кофейни у нас есть еще поставщик овощи пицца холодный цех давайте вот это исследуем это наш магазин прокачает и мне нужна плиточка тротуарная здесь у нас какая была кстати вот это по моему да да сейчас они достроят здесь тоже надо стенку доделать ребятки это делайте пожалуйста дверь бы нахрен удалим новую поставим вот сюда идеально и теперь нужна плиточка вот здесь и у этих ребят будет уже все красиво значит это наш как эта штука называлась ты боже мой центр техобслуживания вот вообще я бы им наверное сюда даже знаете какой-нибудь диванчик бы поставил по моему диваны у нас разблокированы а то как-то как-то неуважительно относимся к строителям то которые позволяют нам работать поэтому вот вам ребята диван вот вам ребята я не знаю но стол какой-нибудь там дуб конечно я вам сюда не поставлю уж извините и так кофейню значит ты как понять что нужно для кофейню первых нам нужно выделить для нее вот магазин кофе смотрите-ка черт я не могу местность потому что она я просто хотел посмотреть что нужно для строительства а ну вот тут есть требуется доступ кассиры грузчики столы для заказов кофейная стойка и склад так получается это достаточно большое здание это достаточно большое здание его можно разместить где-то вот здесь в этой области дать это сделаем я честно не знаю какое оно должно быть по размеру но мы попробуем сначала сделать его вот такого размера построим там естественно какую-то дверь вот здесь где у нас будет вход то вообще в кофейовать вот здесь сбоку прикольно будет ждем окончания строительства сейчас будем ее оформлять значит там еще потребуется склад а доставка у нас идет вот здесь вот это кстати проблема наверное придется здесь организовать нам может какую дорогу с парковками и даже отдельную парковку для доставки хотя да тащит может слушайте может это тащит правда значит нам надо организовать здесь стенку чтобы было два блока то есть это вот так как в прошлый раз короче дверь для персонала сюда прикручиваем также прикручиваем выходную дверь для персонала и давайте получим 40 тысяч долларов объем продаж 5 тысяч а это мы о нифига у нас 500 больше 500 товаров продается в день представить и прибыль почти 7000 долларов даже не почти чуть больше прекрасно по моему и так давайте значит зоны разделять начнем из зон это значит у нас будет магазин кофе и нам требуется здесь склад я кстати посмотрел ребята название которое мне предлагали ну чё-то чё-то прям вот где фантазия то я не знаю за было пара ржачных но они прямо такие такие значит магазина 4 давайте еще раз попробуем сделайте сделайте еще назначаем склад для кофейню и теперь давайте смотреть что нам надо значит требуется кассир грузчик кофейная стойка и столы для заказов то есть здесь нужна только стойка и столы да получается в складе нихрена не надо давайте я сейчас быстренько оформлю красивый пол под склад все стандартно там бетончиком заливаемся передавайте построим кофейную стойку барная стойка и и моя сколько здесь всего магазин кофе вот стол для заказов магазин кофе а в чем разница это интересно смотрите как это прямо интересно есть всякие разные столы но сейчас сейчас подожди сейчас разберемся кофейная стойка нужно и столы для заказов непонятно нихрена зачем тогда это вообще штука это касса а есть стол для заказов а в чем тогда разница ну-ка давайте я вот эту построю и посмотрим она вообще прокатит нет грузчики рабочие давайте быстро стройте мне я хочу посмотреть они по они пошли я понял они пошли делать под напольное на покрытие это нормально давайте доделывайте я хочу уже посмотреть а чё это там у нас выход главного смартфона ничего себе смартфоны пойдут в плюс мы пока их не исследовали поэтому уж извинить а ну вот прокатило и стол для заказов тоже получается нужен нифига себе я не очень понимаю в чем разница но не вопрос тогда этому удаляем естественно и сейчас я подумаю как это все здесь расположить покрасивше мы сначала расположим потом займемся полом так начнем мы наверное нас с касс до касс обычно в кофейнях находятся ближе к складу и получается тогда нам надо вот это вот вот это вот она как-то поворачивается странно как будто она все время находится да да но не вращается у него только два положения то есть получается нам нужно вот здесь какая-то штука даже нет него здесь а вот здесь нам нужен стол для заказов который нужно развернуть вот таким образом чтобы люди подходили к нему и что еще нам надо можно здесь построить стенку чтобы поуютнее все это смотрелось как-то тогда у нас здесь пустое место получается да это вопрос это вопрос ну а давайте столики располагать значит нас есть столик для кофе вот такой у нас есть столики обеденные у нас есть маленькие столики мне на самом деле вот этот больше всех нравится есть еще ресторанная тема но это пока нам не грозит ладно столики для кофе 1 2 3 4 5 6 и у нас еще получается даже здесь вдоль стеночки можно будет поставить вот один наверное хочу один то сразу вот давайте два поставим в угол них рена не будем ставить это вообще тупо как по мне и вот здесь у нас получается такое пространство которое вообще некрасивая вот мне прям совсем не нравится это пространство его можно столиками каши забить сейчас подумаю я давайте попробуем так вот забить его столиками а вот эту кассу мы сейчас передвинем ну-ка касса до свидания мы и поставим вообще вот здесь вот я понял она надо оставится от одного блока да ну как интересно а тогда тогда мы поставим ее где-нибудь вот здесь да и вот этот магазин кофе мы расположим здесь ну а тут вот как-то уже дерьмово будет смотреть или нормально будет смотреться вот так и туда урну сейчас попробуем так нам требуется естественно мусорное ведро вот сюда мусорное ведро я не знаю сюда есть смысл нет наверное нет и мне нужны какие-нибудь декорации я люблю декорации я просто тащусь от них беговая дорожка твою мать это не та декорация которую я мечтал мы поставим растения в угол и мне вот хотелось бы что-то сюда вставить потому что о кулер можно смотрите он правда не поворачивается но при придется так чё делать-то с расположением конечно разработчикам надо еще немного поработать вот еще скамейка есть но это на улице ставится но в принципе готова и вот я так понимаю что наверное даже да и сейчас мы дождемся пока построят все объекты внутри этой кофейни и после этого значит займемся полом потому что я хочу от декорировать эту штуку полностью вот эти столики как-то не пришли как были хвост находится да вам так не кажется мне вот тоже так кажется давайте я их нахрен сейчас снесу вот этот наверное можно оставить или лучше не оставлять мы сейчас не да да его лучше оставить если такой непостоянный обалдеть вообще давайте магазин кофе тут у нас получается свободное пространство и знаете чё я сюда хочу поставить сейчас 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 я здесь это дело видел и мне прямо так зашло смотрите у нас есть аркадные автоматы и по-моему это прямо идеальная вещь в кофейне так торговый автомат это странно вот пинбол еще поставим и в общем то все и у нас получается с большой такой просто свободное пространство которое можно кстати забить магазином кофе вот есть магазин кофе и мы его как-нибудь вот сюда поставим а рядом о туалет ребята тут еще же туалеты есть так нам нужен туалет можно здесь пристройку организовать а давайте это сделаем а чё бы нет то а я люблю туалеты вот хочу чтобы здесь был туалет надеюсь этого размера хватит для туалета ускорим процедуру пока я тут еще чем заполнить пустоту допустим допустим чё еще один кулер поставить это странно будет смотреться мне кажется прям очень давайте поставим чего другого то все равно выхода у меня нет сейчас они доделают это молодцы ребята молодцы здесь у нас будет стена и двери хотя вот знаете дверей в игре не хватает хотелось бы какие-то двери для туалетов я не знаю туалет у нас будет и для девчонок и для пацанов потому что почему бы нет вот туалет есть значит у нас раковинки не только к стенке крепятся допустим здесь будет две раковины тут у нас будет мусорное ведро и здесь у нас будут туалетные кабинки в количестве четырех потому что учитывая что это общий туалет почему бы нет и так назначение вот у нас есть туалет мы его назначаем и наверное им надо поуправлять где у нас туалет нет ничего здесь нету требуется туалетная раковина требуется туалетная раковина и туалетная кабинка больше ничего там не требуется и назначить по гендерному признаку как сейчас модно говорить тут не получается ну ладно значит значит так так предначертана судьбой сейчас они все достроят я займусь уже наконец полом. Так, давайте. Пол. Привет, Пол. Значит, мне очень нравится заливать все. Так, а тут все построили? Вроде все построили. Мы зальем все здесь паркетом. А зону для персонала как-то выделим. Ну, не знаю. Вот таким зелененьким. По-моему, будет прикольно смотреться. В туалетике естественно мы положим плитку. Вот так вот прямо до двери. И здесь, наверное, проще бетон какой-то бахнуть. Вот беленький. Он красиво будет смотреться. Склад у нас уже готов. И, в общем-то, ребята, я вас категорически поздравляю. У нас есть магазин кофе. И сейчас мы будем его полностью обхаживать грузчиками и всем остальным. Кстати, вот эта штука же не привязывается, правильно? Управление. Нет, она никак не привязывает. Да, придумывайте теперь не только для магазина название, а еще и для кофейни. Вон люди даже заходят играть в автоматы. Смотрите, как прикольно. Да, даже какие-то деньги мы с этого зарабатываем. Обалдеть. Ну, я прямо дико рад. Я молодец. Все построили. Теперь давайте нанимать туда персонал. Здравствуй, магазин кофе. Персонал. Во-первых, мы наймем туда грузчика. Я думаю, что одного хватит вполне. Магазин у нас будет, кофейня, вернее, у нас будет работать с 10 утра до, наверное, ну, не знаю, может, до 20. Ну, где-то 20, да. Это кофейня, в общем-то, это не бар, который там круглосуточно должен работать. Плюс мы берем за основу часы пика, которые у нас вот в этом магазине происходят. И, может быть, таким образом мы привлечем сюда больше посетителей. Это моя бизнес-планная, да, вот такой. И давайте наймем, значит, кассиров. Я думаю, что у нас будет кассир. А сколько он работает, получается, 8 часов? Так нам, получается, один кассир и нужен, да? Один кассир с 10 до, почему-то, до 18. А это у нас грузчик, который работает тоже что-то хреновую гору часов. Подождите, подождите. Магазин работает 8 часов. С 10 до 18. А какого, прости, хрена? Вот так надо. До 20. С 10 до 20. 10 часов. Значит, можно, в принципе, поставить две смены. Да, можно поставить две смены по 5 часов, получается. Да, ну, типа, работа серьезная, ну, а что бы нет-то? Так, вот с 10 до 15 у нас первый кассир, и все-таки пришлось нанять еще одного. Ну, а что делать-то? Делать нечего. Приходится идти на крайние меры. И вот вам второй кассир. И таким образом мы покрываем все. Хотя вот здесь она падает вниз, почему-то тоже странно выглядит этот график, да? Очень странно он выглядит. Будем надеяться, что все будет хорошо. Грузчик у нас будет работать, наверное, с 6. Нет, пускай с 10 до конца, там, с 12 даже, пускай. Он первый раз занесет, и дальше все будет хорошо. Теперь смотрим. По идее, сюда должны начинать привозить товары. Вот они пошли. Это, я так понимаю, всякие разные кофе. И за следующего дня у нас произойдет открытие, которое, да, не будет особо работать, потому что я поставил грузчика немножечко не в правильное время работы. Давайте за 2 часа, пускай, выходит на работу. Пускай это будет так. Ждем, товарищи. У нас сейчас отложится, отложится. Исследуются замороженные продукты, и мы будем радоваться этому, и наши товары, и наши посетители будут вообще в шоке. Почему здесь работают 3 кассы, я не понял. Магазин 2. Что, что за, что за дела вообще, я не пойму. Здесь у нас, вот, 3 кассы работают с 18. А, да? Серьезно? Черт подери. Ну, у нас тогда идет спад, и я, по идее, это же все типа рассчитан. Ну, давайте наймем еще одного. Почему нет? Черт подери. У нас огромный магазин, мы можем себе это позволить. Так, это сюда едет, это сюда. Я просто, чтобы лесенкой получилось, вот так обычно выставляю. Не переживайте. Все, теперь все должно быть хорошо. Наконец, ребята, мы исследовали, значит, у нас появилось мороженое, замороженные овощи, пицца, и холодный цех. Ну, холодный цех у нас уже исследован. Теперь у нас есть рестораны, бары, анализы продаж, окей, фитнес-центры, поставщики. О, давайте одежду еще завезем. А еще, смотрите, можно открыть магазин электроники. Давайте начнем с одежды. Одежду мы интегрируем в наш вот этот импровизированный Ашан, Машан. А магазин одежды, ой, магазин электроники мы построим отдельно. Это будет прекрасно. Пока что я хочу посмотреть, как работает моя кофейня. Мне прямо очень интересно. И давайте посмотрим, на каких стеллажах хранится эти... А вот они, да, три штуки. Мороженое, овощи, пицца. То есть нам надо три холодильника сюда поставить. И сейчас я все это сделаю. Да, я умею, я могу. Три холодильника. Если я поставлю их здесь, то никто не обидится. Мы их поставим даже вот так. Работайте, ребята, работайте. Все, мороженое, пицца и что-то там еще. Ну, короче, все классно. Все классно. Я хочу посмотреть, как моя кофейня будет работать. Прям очень. Открывается она у нас, значит, с 10 утра. Работает до 8. В 9 часов должен прийти грузчик. И вот он уже пришел, но он ничем не занимается, потому что, видимо, некуда ему что-то это где-то куда-то носить. Ну, ладно, пускай. Посмотрим, как это работает. Я просто никогда не открывал магазинчики такие, ресторанчики. Происходит, кассир пришел, 10 утра у нас открыл, и он почему-то только в 10 утра начал носить продукты. Это странно. Ну, окей, как скажешь, друг. Да, вот видите. У нас первые посетители, которые почему-то пошли играть в автоматы, а не пить кофе. Пейте кофе, вы что, охренели что ли? Так, ну, пока кофейня не особо пользуется популярностью. А вот, смотрите, первый чувак взял попить. Это наш, короче, Starbucks. О, даже пончик съест. Молодец какой. Да, что-то посетители не так, чтобы прямо... А, нет, смотрите, подходит, подходит. Вот, это прикольно. Это прикольно. Молодцы. Даже туалетиком пользуются. Надо его сделать платным. Деньги нужно делать на всем. Посрал, заплати. Ну, короче, есть люди. И пока, естественно, нам не понять, наверное, да, на что здесь можно навести, чтобы узнать. Короче, нажмем управлять. Пока что кофейня в минусе. Мне надо, чтобы она вышла в плюс. Я буду прямо очень рад. Но, видимо, ее надо еще как-то раскочегарить. Какую-то пиар-компанию организовать. Или, возможно, слишком мало людей сюда приходит. Но да, она что-то как-то не особо. Может быть, есть смысл эту кофейню сделать чуть подольше. Но я просто не хочу новый персонал нанимать. Это прям много денег уходит на это. Смотрите, вот у нас зарплата. А, почему-то ноль. Странно. Ну, в общем, обслуживание 70 баксов. Это, наверное, из-за того, что вот эти штуки стоят в большом количестве. Может быть, их даже есть смысл убрать. Вот эту, например, которая здесь в углу находится. И у нас, по-моему, там... А, это, видимо, свет какой. Там еще крыши, что ли? Нет, непонятно. Пока что рентабельность этой штуки отрицательная. Зато, если мы посмотрим на наш магаз, у него просто она там в 80% уже. Ну, ждем, пока выйдем в плюс. Надо раскачать эту штуку. И потому что... Ну, а какого хрена? Сюда можно банкомат поставить. Это будет странно, наверное, в кофейне банкомат. Ну, посмотрим. Надо выйти в плюс. Что у нас по продажам? Продажи у нас неуклонно прыгают. Там, видимо, был какой-то праздник, когда до 8 тысяч пик был. А сейчас стабильно опять тысяч зарабатываем. Это хорошо, это хорошо. Так, кофейня открылась. Люди заходят играть почему-то в автоматы. Ну, вот вроде начали пребывать. Смотрите-ка. Ты что здесь стоишь-то, а? Ты нормально? Уйди отсюда со своим этим. Только портит внешний вид, ну. Ну, по крайней мере, людишки приходят. Это меня радует. И может быть, даже мы когда-нибудь выйдем в плюс. Да, смотрите, уже нормально народу там в нашей кофейне. Значит, она пользуется популярностью более-менее. Относительно, конечно. Управлять магазином. Ну, пока что вот доход минус 20 баксов. Я надеюсь, она выйдет со временем в плюс. Я просто не знаю, чем еще можно сюда привлечь народ. Сейчас я посмотрю, что еще у нас есть из декораций каких-то там приятных, приятных вкусностей, не знаю. Продвинутая плита это вообще не сюда. Можно, конечно, еще туда закинуть пару цветочков вот таких, просто чтобы как-то вот, не знаю, привлечь народ, что ли. Но пока это, наверное, не очень сильно работает. Хорошо. Как у нас идут продажи вообще? Что-то доходы не очень-то меня... А, вот смотрите, плюс 7000 сейчас будет. Это, видимо, когда я что-то здесь перестраивал. Так произошло. Но в целом, вроде все работает хорошо, 82%, даже поднялась рентабельность, так что отлично. Вот это вот внизу надо убрать, эти вот иконки. Они такие яркие. У меня прям глаза вытекают. Я хочу, когда мы выйдем в плюс 10 тысяч долларов доход, хочу нанять еще людей. Людей вот сюда в офисы, чтобы их работало по 4 штуки. Но понимаете, да, что доходы должны быть уже соответствующие. Они достаточно большую зарплату получают, поэтому их сейчас прям не наймешь. Так, сейчас мы исследуем одежду, значит, да, надо будет сюда какие-то стойкие одежды прикручивать. Пока будем продавать все в одном месте. А можно, кстати, вот сюда одежду поставить. Она здесь будет смотреться, может быть, даже получше, чем слева. Я просто не хочу строить отдельный магазин одежды. Хотя это, наверное, может не кажется такой идиотской идеей. Вот здесь как раз его расположить. А может, правда, ребята, построим магазин одежды, жалко, что я не могу прямо сейчас услышать ваше мнение, но, наверное, и правда, лучше, наверное, построить магазин одежды. Я просто пока не понимаю, сколько там останется, сколько там достанется нам. А, ну до херена, до хрена, смотрите. И обувь, и футболки, брюки, платья, куртки, пальто. Короче, надо отдельный магазин строить. Да, это будет странно смотреться здесь. Я сейчас хочу дождаться, когда она выйдет в плюс. Хоть какой-никакой. Такое ощущение, что вот этот столик, он как бы не в территории. Ну, иди сюда. Вот так. Да, он был не в территории. Не знаю, как так вышло. Видимо, я что-то куда-то не туда нажал. Я бы не сказал, что народу до хрена. И пока у нас одни расходы с кофейней. Сюда вообще что-то перестали заходить. Им то хочется, то не хочется. Зато, смотрите, события скоро будут. И да, это было бы круто, если бы у нас был бар. День Святого Валентина. Исследование завершено, товарищи. Мы теперь можем с вами выйти в бары. Давайте выходить в бары. Бар, это, скорее всего, тоже будет отдельное помещение. И, возможно, даже я его поставлю тоже где-то в этой области. Потому что это самое, вот это самое кофейня. Ну, туда надо привлекать людей, которые там, я надеялся, что они из магаза сюда пойдут, но они вот сюда что-то, падлы, не пошли. Что, печалит меня? Я хочу вот здесь, наверное, парковку сделать. Потому что какое-то пустое место страшное выглядит прям не очень совсем. О, ребята, мы вышли в плюс. Кофейня приносит доход. Он такой себе, конечно. 71 доллар. Но главное, что она работает в плюс. Когда количество людей увеличится, возможно, она и начнет меня радовать. Но пока она меня не радует, мы будем целиться с вами в бары. И у нас разблокировалась одежда. И давайте мы построим наконец-то уже магазин одежды, который у нас будет находиться вот здесь. И в магазине одежды не будет туалета. Потому что туалет есть в кофейне. Это такой байт. Хочешь покакать или пописать, иди в кофейню. Так, значит, нам нужна дверь. Наверное, даже мы поставим здесь двойную дверь. Хотя вот такие магазины, которые я сейчас строю, они должны находиться в торговом центре, который как раз я и собираюсь построить вот в этой вот области. Где-то вот тут начнем. Наверное. Но для того, чтобы его построить, мы должны заработать кучу денег, а для этого у нас этот магазин работает. В общем, вы понимаете, как это работает, да. Значит, теперь назначение. А это, наверное, просто должен быть магазин, да? Склад, касса, доступ и, в общем, полки для продуктов. Мне интересно, на какие полки выставляются эти самые, эта самая одежда. Здесь ничего нет. Наверное, там какая-то специальная полка существует для одежды. Вот вешалка. Вешалка для одежды. Ну, то есть, здесь надо сделать обычный магазин. С кассой, со всей херней. Поэтому давайте это сделаем. Начнем мы, естественно, с кассы. Где у меня касса, 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 иди сюда. Ты где-то тут была. А или там нужен стол для заказов, кстати. Ууу, как интересно. Я даже не знаю. А давайте сначала сделаем здесь склад. Так, плюс два блока. Вот такой склад, как обычно. Все у нас должно быть по канону. Здесь у нас будет дверь, и здесь у нас будет дверь. И мы сразу же назначаем... Тут нет магазина одежды. Да, здесь есть просто магазин. В общем, короче, да. Мы поняли. И склад вот сюда. И придумывайте название сразу для магазина одежды. Я, наверное, сейчас сразу же прикручу сюда склад. Вот этот. И давайте располагать вещи прекрасные. Я не знаю, сколько надо кассы на самом деле, потому что, в общем-то, это магазин одежды. И кассу мы, наверное, с вами поставим вот так. Это у нас получается конец, да? Отсюда люди будут уходить. Может даже, наверное, вот сюда поставить. Нет, давайте здесь. Как-то она здесь правильно рассмотрится, на мой взгляд. Теперь мы прикручиваем сюда вешалки для одежды. Допустим, вот как-то так. Как-то так. И вот здесь тоже вешалки. И вот здесь тоже вешалки. И, наверное, даже я вот вдоль этой стенки поставлю пару штук, чтобы было просто красиво. И, по идее, вот, да, на вот этих полках находится обувь уже. А сколько у нас там для обуви нужно полочек-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Четыре полки для обуви. И для белья, короче. Больше ничего нет на этих полках. Я понял. То есть нам надо еще четыре полки сюда разместить. И, наверное, вешалки вот эти в центре я, наверное, зря поставил. Сюда можно реально поставить обувь по Янтому. Давайте вот это уберем. И поставим сюда пару полок для обуви. И будет красиво. Ждем окончания строительства. Так. И, наверное, сразу нанимаем сюда людей. Начнем с грузчика. Работает он с 9 до 17. Давайте до 18. Пускай работает. С 10. 8 часов. Отличная тема. Это вот так получается, да? С 10 до 18. 8 часов. Пускай пока будет так. Хотя, по идее, такие магазы до 8 работают. В принципе-то. Да. Так что давайте с 10 до 20. Игрочек придет в 9 утра. Это все хорошо. Наймем сразу двух кассиров. И выставим им график работы с 10 до 15. И с 15 до 20. Все. Ускоряем процесс. Магазин у нас очередной заработал. Меня это чертовски радует. Единственное, что я думаю постоянно об уборщиках. Потому что, мне кажется, хотя вроде все чисто. Действительно все чисто. Странно. Ну ладно. Давайте дождемся, пока он заработает. Мне прям очень интересно. Ничего себе, товарищи. У нас тут прям почти в прибыль вышли. Первый день открытия и уже куча народу пришла, что-то там позакупала. Давайте его оформлять. Потому что я не люблю, когда у меня что-то тут не оформлено. Он будет у нас весь в дереве. Но вот эта середина я хочу сделать красным таким ковром. Ну и вот здесь у нас, естественно, стандартная история. Все. Пускай ребята строители делают. И я чувствую, что вот сейчас следующий день у нас она выйдет в плюс. При этом, кстати, магазин кофе что-то просел. Странно тоже, наверное, как-то немножечко вышел в плюс и резко обвалился. Непонятно почему. А, не, не обвалился. Или обвалился. Какие-то странные графики она рисует. То в плюсе, то в минусе. Ну и посмотрим, как пойдет. Может быть, есть смысл продлить время работы до 10 вечера. Кстати, да, давайте-ка я так сделаю, правда. Идем в персонал. Открываемся в 10, заканчиваем в 22. И сразу же, значит, у нас с 10 работает один чувак, плюс 1 час, плюс 1 час. И вот так вот у нас получается. Все. Перде. О, я забыл вот здесь, кстати, положить деревяхи. Какой я противный какашка. Вот так. Может быть, там декорации поставим? Может, их декорации привлекают? Вот хотелось бы знать, черт подери, но я ж не знаю. А они ж ведь не говорят мне ни хрена. Здесь то же самое, кстати, надо пол доделать. Что-то как-то без пола хреново. Если бы не этот магазин, мы были бы в жопе. Вот давайте посмотрим на доходы. Они у нас составили почти 9 тысяч долларов. То есть, в принципе, доходы не особо-то растут, учитывая, что у нас появилась кофейня и появился магазин. О, вот он. Ребята, он не в минусе, он в плюсе. Тысячу баксов заработал. Охренеть. Охренеть. А сейчас мы открываем бары, и они будут, естественно, у нас работать круглосуточно. Я, наверное, бар построю где-то вот в этой области. Он, конечно, будет маленький. Хотя, можно, конечно, и не маленький сделать. Ну, посмотрим, как пойдет. На этом, в принципе, я должен с вами попрощаться. Мы на этой серии построили с вами уже два магазина. Представьте, два магазина построили. И они оба в плюсе. Конечно, кофейня меня не очень порадовала. И это, скорее всего, связано с тем, что у нее вот этот вот аппарат стоит. Давайте я его удалю, чтобы он глаза мне не мозолил. Он здесь вообще нафиг не пришей кобыле и хвост. Сюда можно поставить какие-то развлекаловы. Сейчас я посмотрю, что у нас тут есть. Там, по-моему, был какой-то типа автомат еды. А я что-то его не вижу вообще совсем. Автомат еды, ты где? А, вот, торговый автомат. Вот, я вот про него и говорил. Давайте поставим все, торговый автомат. Аркадку мы поставили, все остальное поставили. Ну, и, в общем-то, хватит. Вот такая вот серия, товарищи, у меня получилась. Надеюсь, вам было интересно. В следующей части мы с вами выходим в магазин электроники. Построим свой какой-нибудь апп-стор, чтобы там компами торговать и всем остальным. Я чувствую, что это сильно прибавит наши доходы, потому что электроника, она же дорогущая, поэтому сам Бог велел в нее выходить. И, наверное, мы с вами выйдем в первый ресторан, потому что мне интересно посмотреть, что такое ресторан. И там, в принципе, тоже ценники должны быть достаточно большие. И вот мне еще интересно посмотреть на кассу самообслуживания. Но это мы не скоро еще откроем. Есть еще технологии очистки, боулинги, всякие кино, но это пока рано. Спасибо за внимание. Услышимся в следующей серии. Покусечки. Субтитры сделал DimaTorzok